В Ульяновске начали собирать подписи в поддержку Владимира Путина. Напомним, по требованию Центральной избирательной комиссии кандидата на должность главы государства от политических партий нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, а самовыдвиженцам не менее 300 тысяч. Это не более 7,5 тысяч в одном субъекте страны. Некоторые ульяновцы поспешили поставить подписи в поддержку действующего президента, который пойдет на выборы как самовыдвиженец. За первый час уже порядка 20 человек пришло. То есть люди активны, люди понимают. Это только начало сегодня. Сейчас мы дадим информацию о том, что начал работать. Думаю, много будет людей, желающих отдать свой голос за нашего действующего президента. Отдать свой голос за президента просто. Необходимо прийти в штаб общественной поддержки, штаб ОНФ или в другую точку сбора подписей. Для участия при себе потребуется паспорт. Подписные листы необходимо заполнять собственноручно, в них указать дату, фамилии, имя и отчество. Ну, на сегодняшний день я считаю, что альтернативы Владимиру Владимировичу Путину, лидеру Общероссийского народного фронта, лидеру страны, на сегодняшний момент нет альтернативы. Поэтому мой выбор однозначный. И я считаю, что те социальные проекты, которые сейчас в России, они направлены действительно для людей. Много лет смотрю за работой Владимира Владимировича Путина, как наша страна за его правление страной поднялась, и весь мир стал признавать его. И он очень много делает для простого люда. Люди его любят, народ голосует. Я тоже принял решение голосовать за Владимира Владимировича Путина. Член общественной палаты России от Ульяновской области Александр Луконин считает, что долг любого гражданина поддержать нашего лидера. Нам нужно сплотиться и вместе одной настоящей армии людей, которые любят свою родину, поддержать Владимира Владимировича Путина на выборах президента Российской Федерации. Сбор подписей продлится до 25 января. Другие партии также выдвигают своих кандидатов на выборы главы государства. Так КПРФ поддержала выдвижение депутата Госдумы Николая Харитонова. ЛДПР выдвинул в качестве кандидата председателя партии Леонида Слуцкого. Владислав Даванков стал единым кандидатом в президенты от объединившихся в партии роста и новых людей.